Что думают зрители первого русского? Узнаем от моей коллеги, соведущей Марии Ваткиной. Маша, вам слово. Спасибо большое. Зрителям телеканала «Царьград» есть что сказать. Так Евгений Солочев пишет, «Грев для нас всех давно продал римскому клубу и напоследок решил еще и в концлагерь загнать в электронно-банковский». Сообщение от Юрия Зверева. «Грев не открыл ни одного филиала Сбербанка в Крыму. Нас европейцы спрашивают, если вы не открываете на ваших территориях банки, то почему мы должны признать за вами Крым?» Ольга Юрьева. По поводу паранойи Грева. Видимо, сказываются тантрические сеансы и медитации под руководством индийского йогина. И подобный комментарий от Василия Муськина. «Грев Шамбалой увлекается, ему не до народа». Ну да, все мы помним, чем отмечены корпоративы Сбербанка. Да, Маш, как я еще раз? Индийский кто? Йогин. Ага, вот этот персонаж. Леонид Ильич, вы знаете, да, то, что Грев за счет деньги банка приглашает себе вот этих персонажей? Они проводят мастер-классы. Там вот этот вот Му или Зу, как там они? Я даже не знаю, что ли. Я сейчас как раз читаю Николая Сепского. У него целый ряд работ, серьезных работ посвящены Индию. Ну, например, «Феодол» или, например, «Глаза Индии», еще «Индийские письма», где он раскрывает духовную сущность, буддизма, скажем там, йоги и так далее. Это сатанизм. Это сатанизм. Понимаете, он это делает очень деликатно, потому что он любит индийский народ. И он думает, что, может быть, со временем даже индийский народ как бы примет христианство. Но, тем не менее, для того, чтобы индийский народ действительно понял это, вот он им аккуратно и деликатно объясняет, что вот такое вот эти все философии. Это же даже не религия, это философия. А этот персонаж приглашает сюда. Вот, собственно, бесобщина. Это в чистом виде бесобщина. Ну, а между тем... Аминь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»